Ледовенский аэропорт, расположенный всего в 13 километрах от Бельс, может получить вторую жизнь. С этой целью давно заброшенный объект в понедельник посетили депутаты парламента, муниципальные советники и общественные деятели. По их словам, восстановление аэропорта будет выгодно не только для жителей севера Молдовы. В свое время, когда выполнялись полеты с аэропорта Бельс, очень много приезжали с Украины. То есть еще пассажир приходит к нам с Украины. С точки зрения метеоусловий, аэропорт Бельс или Ледовены расположен выгоднее, чем Кишиневский или Маркулешский. Когда в Кишиневе нехорошие метеоусловия, которые заставляют самолеты уходить на запасные аэропорта Яса, Одесса и так далее, в большинстве случаев в Бельсах погода абсолютно подходит для того, чтобы борт сел здесь. Это экономически целесообразно, потому что доставить пассажиров из Бельс в Кишинев на автобус, это гораздо дешевле, чем доставлять их из Яса, из Бухареста, из Одессы, еще куда-то. По словам депутата парламента Арины Спытару, запуск второго в Молдове аэропорта позволит сократить цены на перелеты. В то же время народный избранник отметил, что его модернизация невозможна без привлечения инвесторов. Мы будем советоваться с представителями правительства и Министерства финансов в первую очередь, потому что мы прекрасно знаем, что при нашем скромном бюджете будет сложно открыть за наш счет этот аэропорт. Общественный деятель Александр Байкалов уже почти 20 лет живет и работает в Париже, однако его все еще беспокоит судьба родного города. Страна должна развиваться, какая бы ни была ситуация, плохая экономическая, политическая и так далее, но тем более принимая во внимание отток или приток временный, постоянный людей, аэропорт это место связи с родной страной, с родным городом и с внешним миром, безусловно. И мы живем в такое время глобализации, что без этого городу такого размера, как Бельцы, развиваться дальше невозможно. И то же самое можно сказать про весь север Молдовы. Сколько средств необходимы на возобновление работы аэропорта, пока неизвестно. Но специалисты говорят, что самой затратной частью станет восстановление взлетно-посадочной полосы. В первую очередь необходимо сделать оценку, оценку существующей прочности покрытия. Есть лицензированные организации, которые выполняют эту работу. Они определяют фактическую прочность ВПП, несущую способность. И после этого необходимо рассчитать, какие работы необходимо выполнить, чтобы увеличить несущую способность взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Бельца-Ледовены строили 15 лет. Он был сдан в эксплуатацию в 1989 году. Регулярные полеты прекратились вскоре после распада Советского Союза. В 2015 году он был закрыт совсем. Сейчас взлетно-посадочная полоса используется только для проведения автомобильных гонок. Субтитры создавал DimaTorzok